Приветствую, друзья! Позвольте представиться. Степан Андреевич Зотов, член Президиума и 1-го отряда Русского космического общества, автор программы сборов КГБ «Космонавтам готов быть», ну и начальник лагеря сегодня. На зарядке мы делаем всякие физические упражнения. Начинаем с головы, потом плечи, потом идет пояс, бедра, колени и стуки. У нас подъем обычно в 6.47 и поднимаемся, чистим зубы, умываемся и и за 15 минут от лагеря добегаем до главного плаца и занимаемся зарядкой. Вспышки – это тренировочный муляж, это петарда. Если кто-то увидит гранату или петарду, ну или муляж, то сразу кричит вспышка там-то, вспышка слева, вспышка справа. И сразу отпрыгивают от гранаты, разбегаются как можно дальше и ложатся, голова вниз и ноги ровно. Субтитры создавал DimaTorzok На завтрак у нас выделяется костровой, ну или как повар. Там два человека. Они всегда меняются. Всегда подчеркиваю, что мы действуем за рамками закона. Не против него, но за рамками. То есть мы не оказываем услуг, мы ничего не продаем. Мы с родителями вступаем в товарищество, делаем это на основе доверия. И ребята добровольно соглашаются на те испытания, закалку и сложный труд, которым они здесь занимаются, ну не могут подвергаться. Они выбирают, они это делают. Мы считаем, что для военно-патриотического клуба познания в тактической медицине являются одними из базовых и обеспечивают выживаемость на поле боя бойцов будущего. Это подъем по расписанию, ночные там атаки, походы, подъемы, внезапно по тревоге. Это труд. Сам всех готовишь, сам все строишь, сам себя там одеваешь, пришиваешь, чинишь, латаешь. И да, многие не умеют, но нельзя научиться. Если ты не прошел эту стадию, я не умею, мне сложно, у меня не получается. И вот в этом именно суть. Здесь задача не только физическая, но и интеллектуальная, научная, духовная. На понимание товарищества, коллектива. Что вот сам не можешь, товарищи помогут. Товарищи, справись, позови командира другого дня, вместе делайся, всем коллективом. То есть вот как звенья одной цепи, да. Вот что мы здесь делаем. Формируем человеческое, товарищеское сознание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Ребята, с которыми мы будем сегодня работать, достаточно подготовлены и мотивированы. И имеют понятие о воинской дисциплине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Умеют и коммуницировать, умеют общаться, умеют разговаривать, умеют добывать данные. Что для этого нужно? Нужно говорить, видеть, замечать все вокруг себя. И сегодня мы учим ребят вот этим навыкам. Видеть человека, выражать ему уважение словом и действием, говорить добрые слова, уметь коммуницировать между девочками и мальчиками. Что дает это ребятам? Снимается страх общения. Корректор А.Кулакова А чем мы здесь сегодня занимаемся? Вот сборы космонавтом готов быть. Почему такое громкое, сильное название? Потому что мы стремимся воспитать человека, который является космонавтом в душе. Прежде чем человек летит в космос внешний, физический, он должен к этому быть готов внутренне, то есть покорить свой космос внутренний. Тогда ему покорятся все ситуации, все ситуации для него из нештатных станут штатными, как мы говорить. У казака нет нештатных ситуаций, так и здесь. Вот мы формируем такую силу характера. Человека, способного из невозможного сегодня делать возможный завтрак. Насчет чего? А насчет этой повседневной практики преодоления того, что самому вчера казалось невозможным. Вся живая и неживая природа, все объекты флоры, фауны, элитосферы, мезосферы и так далее, не знакомы членам нашего космодесанта. И задача ребят описать объекты, с которыми они знакомятся и встречаются на пути, как незнакомые объекты и, соответственно, задать к ним вопросы, проанализировать, как этот объект, с которым они только что познакомились, может быть полезен для деятельности космодесанта, какое значение он имеет для человечества, какие-то дать советы человечеству. Задача научить ребят задавать вопросы на те или иные явления окружающей их жизни, чтобы затем они смогли узнать, прочитать, подготовить научный доклад и уже в Москве даже подготовить научный доклад о том, какие объекты они изучили, в чем их интерес для человечества, для науки, что они из себя представляют. Действующие космонавты не жалеют свое время. В празднике отдают свой день, чтобы приехать сюда, к тем детям, которые будут в будущем нашей страны, которые и есть в будущем нашей страны и, не повысивая слово, всего человечества. Сегодня мы здесь даже устраивали экзамены по космонавтике, по истории. Я им стараюсь показать, что знания, которые они приобретают, и навыки здесь, и в школе, они всегда пригодятся в жизни. Всегда. Старался больше передать им то, чего я понял во время полета. Во время полета я понял, что нужно учить все. Они подготовлены к жизни. Они не пропадут, если окажутся в лесу. Они не пропадут, если окажутся в сложной ситуации. Они себя спасут и спасут кого-то другого. А вот кто не проходит эту школу, большой вопрос. А что они будут делать, если окажутся в таких условиях? Вот подошли к концу наши сборы. И в завершение мы прибыли сюда вместе с космонавтом Александром Ивановичем Лазуткиным и поговорили с ребятами. Мы задавали им вопросы в рамках сдачи нормативов космонавтам быть готов. Ребята показали разный уровень подготовки. Разный уровень подготовки знаний истории Отечества, знаний истории отечественной космонавтики и мировой космонавтики. В целом сборы прошли успешно. Мы, как Русское космическое общество, очень радуемся этому. Огромная благодарность Степану Андреевичу Зотову, руководителю сборов, потому что это его зона ответственности. И та работа, которую он проводит с ребятами, конечно, она по-своему уникальна. Потому что в наше время, в наших условиях проведение таких лагерей связано с большим числом с организационных, технических, обеспечительных трудностей, правовых вопросов. И преодоление всех их, конечно, требует большого мужества, большой подготовки. Ну и все вместе мы решаем эту задачу. Потому что именно в этих условиях, именно в условиях вот такой обстановки, обстановки максимально приближенной к условиям выживания, мы можем дать ребятам возможность преодолеть себя, а через преодоление себя обрести те новые качества, которых у них не было до того, как они в эти условия, в эту среду попали. Поэтому сборы прошли успешно, и будем готовиться к новым сборам. Будущее уходит сегодня вот в этих условиях, когда ребята учатся преодолевать то, что ранее казалось им невозможным, создавать то, что раньше никогда не создавали. Это и есть суть и методика наших сборов КГБ и лагеря «Космодесант». И каждый свой зажигает очаг, И каждый свой поднимает флаг, И наших душ и сердец костры, Как во тьме маяк. Мы снова делаем шаг, Мы поднимаем наш флаг, Сквозь злые ветры тревог И неверия царства. В этом бою мы в строю, Мы верим в правду свою, И поднимаем наш флаг Своего государства. Мы поднимаем наш флаг Своего государства. Мы позднимаем наш флаг Своего государства. Продолжение следует...